Я вообще начала свою творческую биографию на студии Горького. Снялась там в своей первой в жизни такой большой художественной картине «День и вся жизнь». А поскольку это студия Горького, а она в то время была вот как одна семья, вот просто большая дружная семья. Естественно, на сдачу картины ходили все. Вот кто мог, режиссеры обязательно, худсовет, естественно, обязательно, дирекция вся обязательно, актеры все обязательно. И вот на сдачу картины «День и вся жизнь» пришел, естественно, Александр Артурчаров. Это я уже узнала потом. Вот, они посмотрели, там, обсудили, сказали что-то подправить, какие-то замечания, и все. Закончилась картина, и я сижу дома. И сижу я, и как мне говорили, вот фильм выйдет на экраны, и ты пойдешь и будешь сниматься без конца, без конца. И я сижу и жду. Думаю, ну вот уже картина, вот мы уже закончили, вот скоро она выйдет, вот картина вышла. А я все сижу, и никто меня никуда не приглашает, и никому я не нужна. И я думаю, как долго я буду сидеть, почему меня не рвут на куски, не приглашают в какие-то другие фильмы. Потом я уже устала сидеть, а картина вышла. Я, правда, уже закончила театральный институт, и такое было, вот уже показалось в театр, вроде бы идти-не идти, как-то так. И такое безработица такая была. И вдруг мне по телефону звонок. Звонит как раз вот этот директор, про которого я говорила. Вас приглашают в группу народного артиста Александра Артурчарова. Я говорю, чего-чего? Он там, видимо, кому-то отдал трубку. И там уже четко и внятно, значит, здрасте, Раиса Ивановна, вас приглашают в группу народного артиста Александра Артурчарова. Говорю, вы знаете, что это наш сказочник. А я тогда не осмелилась вообще сказать, да-да, я знаю. Я молчу. Вы сказки видели его? Я говорю, да, видели. Какие? Я с ужасом. Вот первые попавшие какие-то, стала называть. И попадала. И попадала. Они говорят, вот видите, как вы хорошо знакомы. А вот не хотите сами попробовать сняться? Думаю, боже мой, они еще и уговаривают. Сказали бы, вот во столько тогда-то быть пулей. И я бы прибежала. Прислали машину за мной. Я приехала туда. Значит, здрасте, здрасте. Он, я вошла, он говорит, боже мой, какая же ты маленькая-то. Потому что экран он как-то увеличивает, а живьем он меня не видел никогда. Какая же ты маленькая. Я, значит, попыталась так немножко вытянуться, как-то немножко на цыпочки встать. Думаю, потому что вот такое было желание попасть. Он говорит, ну ладно, это мы что-нибудь придумаем. Начались пробы. То есть фотопробы, костюм, вот эти кокошники, сарафаны, платки. Все это красиво, все это. И я думаю, боже мой, это все. Вот в этом я буду сниматься. Я почему-то уже прям уверена была, что вот. И вот пробы прошли. И опять они молчат. И молчат. А я все жду и жду. А позвонить самой, во-первых, я не знаю куда. Во-вторых, я как-то вот до сих пор этого не делаю. Никогда не звоню. И тем не менее позвонили и сказали, вот мы вас утвердили. Я говорю, хорошо, что теперь делать? Я говорю, вот теперь сидите и ждите. Я, значит, опять жду. А чего ждать? Когда мы выйдем, когда мы поедем там в экспедицию. А он все свои картины снимал в Звенигороде. Там есть такой санаторий «Елочка». И деревня, забыла, как называется, но вот санаторий «Елочка» помню. Просто наши ребята, осветители, молодые тогда были, бегали туда на танцы. А мы все Гегерева, деревня Гегерева. Значит, он расселял, ну не он, администрация, расселяла всех вот в этой деревне. Значит, сам он был где-то на берегу речки, прям как-то очень близко. А мы вот по этой деревне, кто на террасе, кто в какой-то комнате, где кто постарше в комнатах жили, а кто помоложе, вот я там с одной артисткой, на террасе. А приехала я туда с ребенком, а он как-то что-то прихворнул. И я около него прям, и меня хозяйка взяла в комнату, говорит, чтобы как-то было ему получше, полегче. Ну, ладно, и началось, и началось. Нас в институте как-то всегда учили, вот чем проще, чем естественнее, тем лучше, тем ценнее. И в своей первой картине я тоже как-то старалась быть более-менее естественной, насколько это получалось. А в сказке, там вот если удивляешься, то в жизни мы скажем, ой, ну надо же, а там надо так удивляться, широко, чтобы это было видно, что это удивление. И вы знаете, когда вот смотришь сказку целиком, то не видишь вот этого немножечко такого... Ну, когда ты чуть-чуть наигрываешь, не видно, потому что все так делают. Вот и Баба Яга, и там вот какие-то лишачки у нее у нас были, и разбойники у нас были. Уж если они какие-то морды строили, то это были морды. Если у нас был один актер, который ногу заводил вот так вот за ухо, то это было вот он так сидел, нога тут, а он еще тут на какой-то балалайке играл, что-то изображал. Нос у него, у меня ощущение, что нос вот сюда вот, глаза вот так в кучку. Ну, то есть губы у него, я не могу. Это было что... Как-то он их и так вытягивал, и так вытягивал, и по диагонали вытягивал. Ну, это было что-то, то есть все было утрировано. И вот как-то привыкнуть к этому и сразу делать вот это, ну, мне было трудно, просто трудно. А он этого требовал, он этого добивался. Он говорит, смотри, вот как миллиард играет. Смотри, как рот разевает, смотри, как глаза у него, вот такие вот полкини. Смотри, вот это такие дела. Я говорю, ну, где же я возьму вот такие глаза? Нету ничего. Он говорит, мы научим, сделаем. И однажды мы едем в Рафике. Ну, и в Рафике там такие сидения вроде бы. А впереди такое, не впереди с водителем, а тут рядышком одно сидение. И я села, и он, и получилось к нему в профиль. И вот он на меня смотрел, смотрел, смотрел. Говорит, понимаете, какое дерево, глядя. Я, значит, поворачиваюсь, и он видит мой профиль. Ну, и вроде бы как сказал дерево, я смотрю на это дерево. Потом, потом, говорит, а смотри, а смотри-ка, смотри-ка. Ой, смотри, вон белка. Я, значит, вся туда. И он на меня смотрит. Он на меня. Он меня провоцирует, а сам на меня смотрит. Потом подходит, значит, оператор тоже вот так что-то ставил, ставил. Он говорит, ее надо вот с этой стороны снимать. У нее тут красивше. Понимаете? Понимаете? И я думаю, боже мой, а я за чистую монету все вот эти вот принимала и все это смотрела. А он меня просто провоцировал. Значит, снимали бой с Миляром. Ну, какой бой? Ну, я только что институт, в общем, практически закончила. Конечно, было у нас там фехтование. Конечно, мы какие-то азы проходили. Но у нас же были шпаги такие, знаете, для сцены. Такое тоненькое, такое изящное. Здесь, значит, он так. Вот тебе меч. А у меня был меч такой длинный, стальной, просто вот. Ну, он был деревянный, правда, но обит таким тонким слоем какого-то металла. И он такой был стальной, потому что, когда мы сражались, то от моего меча искры, искры просто шли. А у Миляра был такой кривоватый и зазубренный вот какой-то такой. Ну, такой. 300 лет ведь уже бьется человек. Вот. И, значит, ну, все равно надо драться, надо более того. Надо, ну, не просто там драться, я понимаю, что не совсем драться. Но вот какие-то трюки, какие-то вот так, чтобы где-то он меня, чтобы дети в зале сидели и переживали, кто кого. Конечно, они болели за меня. Конечно. И вот надо, чтобы я была такая, вот когда превращаюсь в женщину-воина, чтобы я была воина. Я же там за землю бьюсь, за детей своих бьюсь, за правду, за матушку. И чтобы я была вот такая сильная, могучая. Значит, пригласили нам тренера. И Александр Артурович пришел на первое наше занятие, значит, тоже пришел. И вот он начал держать надо так, значит, чтобы кисть была свободна, потому что надо замах, надо удар, надо бить, надо, чтобы это было все. Он говорит, слушай, ты, нам драка нужна, а не это вот твое, вот это. Он говорит, ах, драка, сейчас. И он говорит, так, ты идешь на него вот так замахиваешься, а он тебе вот так отвечает. И вот ты опять вот так. Ну, это хорошо, это раз, я махнула два, я махнула, ну, три. А когда это девять дублей, когда это десять дублей, и рука-то уже, уже просто вот, ну, совсем никуда. И он говорит, ну что, мать, устала? А дети, а земля, а кто будет спасать? Ну-ка, давай. И вот, значит, я набирала мощи, и мы с ним дрались. И однажды тоже вот на съемках, я что-то как-то там неудачно, то ли миллиард не удержала немножечко, я выбила у него меч. Он говорит, ну, слушай, ну, деду, 72 года, ты че? Что ты, что ты, Маша, останемся без бабы, иди вообще уже тогда навсегда, уже совсем не будет, это будет его последняя, последняя картина. Я говорю, ну ладно, ну ты изображай, ты вот так замахнись, вот, это знаете, как говорят, замах на рубль, а удар на копейку. Вот, говорит, ты на рубль замахнись, а ударь на копеечку, чтобы, понимаешь, что-то. Ну, и вот, значит, как-то вот мы так, вы знаете, то, что, то, что вот он сказочник, а вот я, к сожалению, была только на одной картине его. Это, это тоже какая-то вот одна большая семья, у него всегда одна и та же группа. Одни и те же люди, одни и те же. И вот выезжал, когда в какую-то экспедицию, это был экскорт, это просто, это просто вот колонна, я не знаю, как на войну шли. Вот как на войну. Везли с собой все. Понятно, что на площадке всегда самовар, всегда какие-то плюшки, потому что жена его там, понятно, его быт как-то скрашивала, вот, всякими снадобьями и так далее, и так далее. Чай просто не переставал. А вот снимался со мной вот в этой картине Пуговкин, а он же такой чаевник, просто он такие делает там, такие составы этого чая, что просто про... А уж когда такой мэтр приглашает с собой просто за один стол и своих рук дает тебе... И вот сидели и пили, и я не знаю, и всегда у него была такая еще вот по... Луиза, Луиза, по реквизиту. И не дай бог чего-то нет. Вот не дай бог, она говорит, он говорит, так, сегодня нет, завтра чтоб было. Александр Артуревич, а где же, а где же? Он говорит, не знаю, не знаю, вот чтобы было завтра и все. А она всю ночь чего-то делает, ребят заставляет, там что-то такое, на утро приносит, он говорит, спасибо. Но я думаю, сегодня не понадобится. Боже мой, сколько же было слез, сколько же было слез, потому что все вот, вот кто на что был способен, вот все пытались, ну не то что угодить, это не угодить, а вот сделать вот то, что вот... Потому что все считали, что если он просит, это нужно, это нужно. И потом, когда вот все плоды своего труда видели на экране, знаете, как приятно было? И он за каждую группу держался просто. Значит, вот это золотые рога снимали, потом вот из Венигорода поехали в Ялту. Вот эти скалы красные какие-то, где он королевство снимал, королевство кривых зеркал, все эти вот дорожки, все это какие-то камнепады, это все, это все. Вот в Ялте, 7 ноября, вот я говорю то, что группой он, и никогда никого не отпускал. Вот он утвердил актеров, и они всю картину с ним уехать куда кому-то никогда в жизни. И новых, значит, никого не было. Вот кого привез, тем и обходился. Единственная массовка, наверное, какую-то, значит, Надя у нас была, сорокаумного, ассистент по актерам, вот она бегала по Ялте, отдыхающих. Ходите в кино, ходите в кино. А там платили 3 рубля, ну, 3, по-моему, рубля массовка, но тогда это все равно были деньги. Ну, их одевали во все это, вот разбойников, я помню, там мужики какие-то. Кто на лошадь умеет скакать, кто на... Ну, и набирались, естественно. И вот 7 ноября, естественно, праздник у нас всех за стол. А со мной маленький мой сын. И я, значит, сижу, он говорит, мама, а почему мы вот едим, а нас так много? Потому что, ну, вот обед когда, ну, кто там, кто там, кто там, кто где? А тут мы все за столом. Я говорю, Даня, потому что это праздник. А он говорит, а праздник – это когда много котлет? Я говорю, да. Я говорю, да. Праздник – это когда много котлет и много людей. Я говорю, посмотри, какие все радостные, какие все... Они так любят котлеты. Вот у него такая ассоциация была почему-то с праздником, я не знаю. И я вообще благодарна Александру Артуровичу. Знаете почему? Потому что вот он снял сказку. И я понимаю, что... Ну вот сейчас уже хуже. А тогда все зимние каникулы по телевизору всегда... Эта сказка, это, 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 это. И в кинотеатрах. И ребенок и в кинотеатрах смотрел, и дома смотрел. И вы знаете, вот какой мой большой зал зрителей. Вот все поколение, которое было тогда, оно растет сейчас. Оно меня помнит, во-первых, по этой сказке. Во-вторых, вот то поколение, на которое... Это тоже, на которое я пришлась вот уже с картиной «Москва слезам не верит», они меня тоже помнят все. А вот тогда, это же были дети. И когда я встречаюсь вот с теперешними детьми, ну я не знаю, они, наверное, из уважения, когда вот я называю сказки Александра Артуровича, я говорю, видели? Да. Да. Я говорю, Кащей Бессмертный. Да. А Василиса приказала? Да. Да. И вот хочется спросить, а про что? И когда я называю свою «Золотые рога», да. Я говорю, а про что? Ну это вот там про тетю, которая искала своих детей. Я говорю, правильно. Спасибо. Даже вот, понимаете, захватываем уже детей моего поколения, вот для которых мы делали тогда. Они выросли, а у них дети, вот уже они смотрели. И как хочется, чтобы смотрели и их дети. Потому что, вы знаете, ну сказка – это какое-то вот наше русское. Наше русское. Это наша история в сказках. Это наша культура в сказках. Наш быт в сказках. Вообще наша жизнь. Понимаете, если это дворец вот сказки, ну это придуманные, а вот такие, как «Золотые рога», она же такая крестьянская, в общем-то. Она про народ. Она там и про природу, там и птички поют, и собачка вот эта наша, которая лает, и собачка, которая, значит, которая вот у нас сцена пожара была. Помните, да, построили там какой-то ельник такой. И он такой, ну где сухой, где с какими-то листочками такими уже. И понятно, весь его проводочками, значит, опутали там, облили бензином, и в первом дуге подожгли. И понятно, что это заполыхало, когда баба Яга дует на сковородку, я иду, и она видит меня в сковородке, ну там такое вот, ну как зеркало она, подносит вот так горячую свечу, и дует. И вроде как огонь попадает, и проникает через сковородку в лес. И лес загорается. Загорается. А я в этом лесу. И загорается. А я иду искать своих детей с собакой вот моя, дружок. Лохматая, вечно грязная, вечно, вечно, я не знаю какая, но артистка, куда денешься. И вот она все время за мной, значит. Я ей там у меня в руках всегда что-то было. И вот она понюхает, и вот за мной. Куда деться? Идет. Как мне потом директор сказал, это подсудное дело. Я говорю, почему я такая наивная? Я говорю, почему? Меня из-за тебя в тюрьму посадят. Я говорю, почему? Ты понимаешь, что ты делала? А техника безопасности? А на мне сарафан. То есть это все матерчатое. И вот чуть-чуть прислонись я. Ну просто искра попадает. И я как факел запылаю, и все. А с собакой, мне оператор меня тащит. Ему для эффекта надо, чтобы, значит, и снизу, и сверху. И рот раскроешь, чтобы ты пожар. Зови, кричи, руками маши. Собаку бери, поднимай. А в ней, я не знаю, сколько килограмм. Я говорю, куда поднимать? Он говорит, молчи, играй. И вот в этом пожаре, а директор сзади тянет меня за подол, чтобы я, значит, выходила из этого пожара, потому что боится его посадить в тюрьму. Ну, это было, это было. И только Александр Артурович такой спокойный, потому что знает, что ничего не случится. Если чуть-чуть вспыхнет, так меня тут же потус ведрами. Там не было каких-то пожарных машин. Ведра просто с водой стояли. Да он меня в ведро просто окунет и там забудет. Вся группа была на стрёме. Все переживали, все стояли, все играли, все за меня волновались. Просто понятно, что я больше всех. Вот такой он был, такой он был. Строгий, строгий. Он не позволял каких-то шуток, не позволял всегда, вот я с ним, только на вы, только на вы. Он меня, рая. Если уж в очень хорошем настроении, то раечка. А так рая. Рая, поди сюда, рая. Голос был такой. И если он повысил голос, то это на площадке караул. Это вот все сразу друг за другом куда-то прятал. А если такое вот расположение, все прям, да еще и сидит чай, а хлебал он, так хлебал, вкусно всегда, прикуск. Вот такой хороший мужик был, хороший.